Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Антон Лифанов и водитель Прохор Осипов. Ну а колесим мы по дворам улицам Перми на комфортабельном автомобиле Лифан Солана от компании Демидыч, что на Ким 75. И для начала кадр сегодняшнего дня. Он у нас нынче позитивно-коммунальный. Позитивный, потому что это то ли инопланетянин, то ли робот. Ну а коммунальный, потому как весь он от макушки до пяточек сделан из пластиковых труб. Вот такое необычное применение нашли им какие-то затейники из дома номер 90 по улице Луначарского. Выходят сегодня утром из своих подъездов жители дома номер 33 по улице газеты «Звезда» и видят, что у них весь двор засыпан щебнем. Звонят они в нашу информационно-справочную службу и спрашивают, что же это такое. Ну, сейчас одних мы, жителей, огорчим, а других обрадуем. Огорчим, когда скажем, что щебень привезли явно не для того, чтобы ребятишкам на детской площадке удобнее играть было. Но обрадуем владельцев автомобилей. Здесь с сегодняшнего дня обустраивают парковку. В то время как по всему городу вьют гнезда перелетные птицы, в одном из пермских дворов на дереве поселились перелетные штаны. Ничего не вьют, но вид из окна портят. К сожалению, автор снимка ни сам не подписался, ни адреса не указал. Но мы обращаемся к хозяину штанов. Если узнали, приходите, забирайте. А то соседей они вовсе не радуют. Им бы лучше птичек под окнами, чем брюки. Как все-таки здорово, когда нас приглашают не для того, чтобы мы посмотрели на какую-нибудь мусорную свалку космических размеров, а для того, чтобы мы полюбовались клумбой, на которой распустились не только первоцветы, но и несколько первых в этом сезоне нарциссов. И все это заколосилось в полисаднике рядом с домом номер 8 по улице Крисаново. Таким увидели сегодня родной город Анна Водоватова, Антон Лифанов и Прохор Осипов. Каким мы его увидим завтра, зависит в том числе и от вас. Точнее, от тех сообщений, которые вы передадите в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Заодно и поучаствуйте в нашем конкурсе на лучшую новость недели. А в случае победы обязательно получите в подарок вот этот замечательный журнальный столик от мебельного центра Мебелева, что на энергетиков 37. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok